История отечественной авиации отмечает ряд летательных аппаратов-долгожителей, представляющих собой комбинацию удачной конструкции, надежности и безопасности полетов. К их числу, несомненно, относится и К-25 производства КБ Камова. Манификации этого вертолета находились на вооружении до середины 1990-х годов, и развитие российского флота напрямую связано с развитием отечественного вертолетостроения. Командование авиации военно-морского флота выдало конструкторскому бюро техническое задание на разработку двухдвигательного корабельного вертолета, который мог бы размещаться в ангарах небольших противолодочных кораблей или базироваться группами на больших авианесущих кораблях. 11 мая 1961 года летчик-испытатель Дмитрий Ефремов совершил первый полет на палубном противолодочном вертолете К-25. Ефремов был не просто классным специалистом в испытательных полетах машин, а еще инженером-конструктором, глубоко вникающим в технические проблемы создаваемой машины. Его изобретения продолжают жить и сегодня в конструкциях современных вертолетов, а разработанные Ефремовым методы пилотирования до сих пор помогают летным экипажам. Его именно всегда вписано в летописи советской авиации. Летчик-виртуоз Ефремов долгое время был шеф-пилотом фирмы. Вертолет К-25 был совершенно новым аппаратом для отечественных инженеров. Первый советский противолодочный вертолет корабельного размещения, а Ефремов продемонстрировал все возможности новой машины. В чем же была насущная необходимость К-25? В 60-е годы на новый виток вышла гонка вооружений между США и СССР. Океаны бороздили стальные левиафаны, атомные субмарины. Отчего и возникла необходимость появления корабельного вертолета нового поколения, способного искать и бороться с подводными монстрами. Нужно было точно проводить разведку, точно указывать цель, тралить мины, выполнять спасательные, эвакуационные и другие многоплановые работы. А мощные лопасти винтов вертолета должны были маскировать шум от двигателей собственных подводных лодок. Машина, которая должна уметь почти все и совмещать почти несовмещаемые качества. Перед инженерами КБ Камова стояла еще одна нетипичная задача – не просто создать для неба новую рабочую лошадку, но и обеспечить совместимость К-25 с кораблем-носителем. Он должен иметь минимально возможные размеры. Корабль, в свою очередь, должен был иметь взлетно-посадочную полосу и стоянки, командно-диспетчерский пункт управления полетами. В межпалубных и трюмных помещениях предусматривалось создание ангара для вертолетов, отсеков, для средств технического обслуживания. Уникальность этого проекта была в том, что на корабле-носителе был рационально использован каждый сантиметр площади, а К-25, как говорили, размещался на корабле так плотно и ловко, как шашка входит в ножны. И вертолет принимал участие в разминировании Суэцкого канала. При этом было задействовано 12 К-25, выполнено 188 безаварийных боевых вылетов с налетом 339 часов. К-25 обеспечивал навигацию судов в северных широтах, базируясь на атомном ледоколе «Сибирь». Разведка ледовой обстановки и проводка кораблей производились, как правило, в сложных погодных условиях при ограниченной видимости. Справиться с такой непростой задачей способен был в то время только К-25, оснащенный современным бортовым оборудованием. Время для этой уникальной советской машины ушло. Сейчас К-25 почти не используется. Отдельные его экземпляры заняли почетное место в мировых музеях авиационной техники.